Человек за эту работу получит на руки 1700 долларов. Сборка люстры стоит 900 долларов. Я не знаю, смотрит он мой канал или нет. Когда-то он меня нашел на ютубе, я ему помог с работой. Поставил коробку 40 минут назад, и она до сих пор лежит в тележке. Как я ее не заметил? 50 или 60 долларов. 1.20 уже проехал, заправил ее, но получше она стала работать. Короче, вернул ее БМВ домой. Доброе утро, ребята! Сегодня можно немного поработать в такой чудесный солнечный день. Погнали, расскажу вам новости. Только нужно будет заправиться немножко. Сегодня, я надеюсь, зарегистрирую я Сиену. Пришел на нее тайтл вчера, причем пришел забавным образом. И его доставляли на мой старый адрес. Я туда приехал в надежде перехватить курьера либо посылку, посылку не нашел. Позвонил в колл-центр. Там говорят, что не был указан номер апартментов, поэтому курьер забрал посылку и доставит ее в среду. Я возмутился, говорю, что за фигня, давайте я заберу, потому что я уже устал ждать эти документы. Они мне говорят, окей, приезжай, вечером там, вот тебе адрес. Курьер, как туда приедет, скинет, все, ты можешь забрать. Я приезжаю, а мне там говорят, вечером мы с Ильей Кислевым поехали. Кстати, видео будут выходить на его канале. Знаете такого человека, замечательного? Короче, поехали мы с ним туда. Когда я спрашиваю, где мой тайтл, где мои документы, мне говорят, а курьер оставил вас в локере. Это шкафчик, я вам как-то показывал, где посылки хранить, которые с Амазона приходят. А учитывая то, что я не резидент больше этих апартментов, мне не приходят никакие оповещения, ничего. Но мы поехали туда, в апартмент. Конечно, Илья говорит, блин, чувак, это нужно было снимать, потому что это целый квест был. Мы приехали, пока там попасть же нужно как-то в эти апартменты, они же закрыты со всех сторон. Но я-то местный, мы это сделали буквально там за пару минут, я уже стоял возле локбокса. А паролей нет, в комнате ни одного конверта нет. Я начал звонить в этот, в customer service вот этих локбоксов. И каким-то чудом она мне дала код, мы с ней поговорили, она мне дала код. Я ввел его, этот лоток открылся, и там лежит мой конверт. Я, честно говоря, офигел от того, насколько это было с ней, я имею в виду, насколько просто было с ней это говорить. Но в целом, как бы день прошел не зря. Вчера мы получили тайтл, сегодня я постараюсь зарегистрировать машину, верну домой BMW. И наконец-таки опять выложу вот эти детские кресла, которые катаются. И вот этот хаос, то, что у меня в машине происходит. А, блин, я опять про заправку забыл, но я думаю, я доеду. По поводу работы. Сейчас я как раз буду объяснять работу вам и своему человеку. Смотри, в общем, там нужно изоляцию укладывать. Короче, ты в него зайдешь, вот я не помню, ты был, когда Дима работал еще со стенами в гараже, вот где-то забор делал. Стены обшиты уже были гипсокартоном. Все, закладываешь изоляцию, по бокам ее степлером лучше пробивать, я не знаю, есть у тебя степлер. Что я вообще позвонил? Для потолка у меня есть подъемник, чтобы не руками, а спиной закидывать гипсокартон, а чтобы с этого подъемника сделать. Поэтому ты бы заехал ко мне тогда. Давай, либо я тебе его завезу, может быть даже в течение дня. Я не знаю, как бы ты же электрику не сделаешь. Я, может, попробую заскочить еще. Ну, сначала ты поезжай, тогда посмотри, что там есть, какие будут вопросы, что нужно будет обсудить. Мне позвони, я сейчас раскидаю со своими делами и постараюсь с тебя заехать. Все, давай. Короче, есть сарай, ну, видно, его только собрали. Его внутри нужно будет обшить гипсокартоном с изоляцией, заложить изоляцию. Принцип тот же самый, как у обычного дома. Ну, то есть, есть фрейм, в фрейм вкладывается изоляция. Ну, там нужно будет расставить розетки-выключатели, если они там есть. Возможно, ресесс-лайты, вот эти пластинки нужно будет там вставить. Ключевое, это там питание нужно будет туда подвести. И тут я еще посмотрю. Человек за эту работу получит на руки 1700 долларов. По сути дела, ну, это обшить гипсокартоном, зашпаклевать, покрасить. А еще вот полы, этот винил постелить. Вайну. И, по сути дела, ну, винил там это полдня, потому что квадратная комната, ничего обрезать не нужно. Бейсборды устанавливаются после, поэтому там несколько линий бросить и расставить бейсборды, но это буквально полдня. Полдня это покраска, да, финально покрасить. День, это обшивка, ну, изоляция получается и гипсокартон на стены. Да можно и даже на потолок, это легко можно сделать за день. Шек там, он 8 на 10. 8 на 10, это, получается, у него одна сторона, это лист гипсокартона по длинной стороне, да, это 8 фит здесь. Я не помню, сколько это в Америке. И 10. Другая сторона, соответственно, это чуть больше, чем один лист гипсокартона. Ну, я сейчас по полу, либо по потолку смотрю, кому как удобнее. Вот такие размеры у него, 1700 долларов. Финальная цена, то есть как бы тут не материалы, ничего, это просто человек получает за работу. За неделю можно сделать такую работу? Я думаю, что можно. И еще одна работа, вот куда мы сейчас едем. Мы едем в Фомдипо, мне нужно будет купить скафолды. К сожалению, эти китайские мои партнеры, у которых я заказал электрический лист для, ну, подъемник, да, для одного человека. Когда я делал оплату, там что-то заречь шла о том, что они мне отправят там через две недели. В итоге уже третью неделю, получается, я жду отправки, и отправка будет где-то в десяток числах мая. И самая фигня то, что они еще мои деньги с первого заказа заморозили. Короче, там целое приключение с ними. Вот тебе и Alibaba. Но этот лифт придет, и тогда будет классно. Это будет классно, потому что это классный лифт, я думаю, что будет интересно. А сегодня мне нужно будет достать для работы скафолды. Скафолды, я, наверное, несколько раз показывал на своих работах, это леса. Такие сборные на колесиках, катается одна секция, то есть, ну, я имею в виду по ширине одна секция. И я собираю их обычно три, по-моему. Три, но верхняя она идет не до конца, там где-то на середине, максимально возможного уровня. Короче, я возьму эти скафолды, и будет люстра. Сборка, сборка люстры стоит 900 долларов. По факту, сейчас я могу сказать, что эту работу может сделать один человек. Но, если как бы собирать по технологии, ну, изначально нужно понимать, какие могут быть проблемы. Потому что, когда я эту люстру собирал, мы собирали ее двоем с человеком, и мы ее собирали где-то 4 или 6 часов, я сейчас точно не помню. Мне кажется, там мы все шесть провели возле нее. И это был такой геморрой вообще. И она еще была на высоком потолке 18-фитовом. Это каждое звено, а там было порядка, наверное, 80 или 90 всяких винтифлюшек таких. Нужно было по одному поднимать наверх. И вот человек стоял на лестнице, я не знаю, смотрит он мой канал или нет. Когда-то он меня нашел на ютубе, и я ему помог с работой. Вот мы вдвоем с ним собирали. Но тогда он мне тоже хорошо помог. То есть, как бы, я ему говорил, что я заплачу за 2 часа, а мы провели там 6. Ну, там и я деньги потерял, это как бы не то что. В общем, Леха, он тогда не стал мне говорить гадости никаких. Помог мне тогда. Помог, и, в общем, мы собрали с ним эту люстру. Так что сегодня я буду помогать своим коллегам с точки зрения прожитого опыта. Как это всё сделать правильно, чтобы не встрять. По сути дела, это лёгкая работа. Лёгкая, но аккуратная, как бы очень, очень аккуратная. Пойдём. Так, итак, они стоят. 25-й ряд, четвёртое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, смотрите. Где они стоят? Это не то. Вот эти мне понадобятся. А эти тут где-то должны быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребята, я нашёл свои скафолды. Вот они стоят, целый палет. Мне нужны три секции. Стоят они там что-то за секцию в районе 230-ти долларов. И плюс дополнительные ещё ролики, эти распорки. Блин, из-за того, что несколько объектов сейчас висит, пока тут по поводу которых я переживаю, вот эта люстра, которую будет вешать сегодня египсокартон, вместо этого скафолды привёз туда, где нужно делать сарай. Более того, я ищу вот эту коробку, которая внизу была на тележке. Мне кажется, я её забыл на тележке и не загрузил машину. Я на парковке поставил коробку 40 минут назад, и она до сих пор лежит в тележке. Как я её не заметил? 50 или 60 долларов. Так, ребята, вот, короче, люстра сегодня. Вот эту здоровую штуку будут менять на более здоровую. И вот одна железа. А я параллельно вам вскользь дом покажу. Смотрите, тут с обидом каким из окна. На полянку с деревьями. Поездил я на Сиене. Миль 20 уже проехал, заправил её. Но получше она стала работать. Мне выдали этот пермит временный, для того, чтобы пройти смок-чек, без которого в Калифорнии не регистрируют. И вот сейчас давайте ещё раз попробуем с вами загрузиться. Поставим плашку, фишку, как она это называется. Видите, всё, типа галочка горит, вроде как нормально. Вот это, конечно, что-то непонятное. Но, по-моему, с этим уже можно пройти. Завтра, наверное, повезём её на чек. Машина, вон, обживаться понемногу начала. Видите, апельсины человек. С дерева рвёт Вольтер. И инструменты. Вот такая машина. Так, ребята, короче, вернул я BMW домой. Осталось мусор из неё выкинуть и перекинуть сюда кресло. И всё. И заканчиваем историю путешествия машины по рукам. Ребята, только что заплатил 500 долларов и ещё в деньги, блин. И сейчас получу временные номера на месяц. И в течение месяца мне нужно решить вопрос, какая-то там инспекшн, какую-то форму нужно заполнить и плюс смог человек пройти. Так, ребята, смотрите, что я тут везу. Сейчас гараж открою. Как думаете, что это? А это, ребята, глушитель. Как думаете, почему? Потому что сегодня у нас отвалился вот этот красавчик. Прямо в деньги на инспекции. Но зато успели номера получить. А глушитель залез под машину, подобрал его, запихал в салон и мы уехали. Как в лучших традициях. Так, поехали на разборку. Купили за 44 доллара. Вот сняли, сами там ковырялись под машиной и сняли. Сейчас будем проверять. Короче, вот этот вот купили. Видите, с него каталик срезали и погнули тут всё. Но нам нужна вот именно вот эта часть. У нас вот это вот соединение просто оторвалось. Из-за него отвалился весь. Эта конструкция, видите, вон от бака просто отржавела она и отвалилась, пока мы стояли. Единственное, меня смешает, что выглядит она немного по-другому. Хотя мы вроде так же стояли. Ну, блин, форма точно такая же. Мистика такая. А утром приехали, ну, мне писали там типа, о, у тебя нет каталика, там ты смог чек не пройдешь. Потому что в Калифорнии это обязательная история для того, чтобы зарегистрировать машину. В итоге утром мы приехали, мы прошли смог чек. И нужно было приехать на инспекцию, где проверяют там соответствие номера, там всю эту ерунду. И пишут там какую-то свою бумажку. И в итоге он написал эту нам бумажку и такой говорит, все, ребята, можно ехать. Заводим машину, начинаем ехать и такой бум. И такой звон просто. А там дофигища народа, кто приехал на тест, на водительские там, про вас давай там. И этот инспектор стоит. И мы такие отъехали, наверное, метров двадцать. Я вылез из машины, вытащил, засунул в машину. Мы выехали с территории ДМВ и я уже сам пешком пошел туда. Ну, типа, как бы под дурачка там за этим, за номерами. Ну, ничего, отдали номера, все, повесили. Причем я думал, что они будут бумажные, уже отдали такие металлические. Теперь будем разбираться с этим. Мощь, слышите, какая? Из-за коррозии, блин, все съела. А так-то сам, вон, смотрите, заводской старый, это 2004 год, она как новенькая. Вот это да. Ладно, мы сегодня попробуем ее сделать, а я пошел работать, а то я, блин, прогулял много времени. Что-то я, ребята, никак не могу привыкнуть к своему режиму, к новым обязанностям. Только обед я уже выжатый, как лимон. Субтитры сделал DimaTorzok